Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что они значат? Какой несут в себе смысл? Традиционные образы народного крестьянского прикладного искусства Солярные знаки, конь, птица, мать-земля Древо жизни как выражение поэтических представлений человека о жизни природы О мире как обозначение жизненно важных для человека смыслов, как память рода Солнце издавна почиталось всеми земледельческими народами Не земля хлеб роги, а небо, говорит русская пословица Солярный символ – это знак, обозначающий солнце Олицетворяющий свет и тепло Выражающий идею непрерывного дневного и ночного пути солнца Образ солнца занимает одно из главных мест в украшении жилища Солнце в виде круглых розеток, ромбов, коней как символ прихода весны Можно найти в разных видах народного творчества Как нарядно, празднично выглядят предметы крестьянского быта Украшенные солярными кругами, символом солнца В произведениях народного искусства встречаются причудливые узоры Раскидистое дерево с крупными цветами, плодами, чудо-птицами, сидящими на ветках Это древо жизни В народных представлениях древо жизни было символом растительных сил земли Вечно живой, процветающей природы Его изображение символизировало счастливое продолжение рода Древо жизни – символ никогда не прекращающегося развития Вечного обновления на земле Древо жизни – живой символ единства всего мира Связывающий воедино три зоны Вселенной Небо, в котором пребывает его крона Землю, откуда произрастает его ствол И царство подземное – корни Образ коня Конь – один из древнейших и любимых образов народного искусства Конь был необходим крестьянину, чтобы выращивать хлеб, как и само солнце Солнце принимало образ коня, а конь как бы приобретал животворящую силу солнца Конь олицетворял движущееся по небу солнце В поэтических представлениях образ всадника на коне – освободитель весны от зимних оков Двуглавые кони в каргопольской игрушке – олицетворение весеннего и осеннего солнца Весеннее и осеннее равноденствие Конь на крыше избы – знак солнца, под защитой которого находится крестьянская изба Изображение коней, всадников вышивки на полотенце – это олицетворение стихий подвластных матери сырой земле В виде чудесных коней представлялись все значительные явления природы – ветра, облака, грозовые тучи Образ – птицы В давние времена люди верили, что своим пением птицы отгоняли зиму и приносили на крыльях весну Люди особенно готовились к встрече весны – выпекали печенье в форме птиц-жаворонков Птицы изображались нарядные с пышным хвостом Напоминали волшебную жар-птицу Пава – птица с пышным хвостом Сирин – райская птица-дева Спускаясь из рая на землю, она зачаровывает людей своим пением Заставляет их забыть обо всем на свете Этот разговор на землю Продолжение следует...